здравствуйте товарищи инженеры у нас наконец-то вышло обновление факторио 0.17 поэтому давайте немножко каратенечко тут рассмотрим нововведения которые есть в игре но для начала я расскажу как установить 17 версию заходим steam жмем правой кнопкой по факторио свойства далее выбираем бета-версии и выбираем последнюю экспериментально после этого жмем закрыть ждем пока обновится игра и благополучно запускаем 0.17 теперь давайте об основных изменениях разработчики начали переделывать компанию теперь у нас есть глава introduction а предыдущие главы которые были их удалили и здесь выбираем arrival тут мы видим что от разработчиков небольшое послание найдете баги пожалуйста сообщите все такое компании нас встречает чемодан из железа на колесах забавный тип он знает будет кататься видимо робот какой-то но я так понимаю по ходу дела будет рассказываться история но это все будет позже добавлено по крайней мере как писали сами разработчики то что компания у них пока что в разработке находится здесь мы видим все это разрушенное здесь нужно будет это все восстановить я в компанию не играл мне смысла нет я в эту игру так играть умеют чуть-чуть следующее большие изменения которые претерпела игра это изменения связанные с генератором стартовой карты здесь в принципе большинство вещей она осталась как есть точнее не вещей настроек вот но были некоторые моменты добавлены и некоторые моменты переработаны в частности в генерации ресурсов генерации вражеских баз месторождение ресурсов стали пореже но побогаче здесь появились новые преднастройки острова и узкий мир для тех кто поуже любит но и окно предпросмотра стала несколько по интуитивнее попонятнее то есть узкий мир это просто у нас ограничение по высоте в 128 остров например это единый остров в океане вот он у нас сгенерировался и этот остров можно просто на любой карте при генерации выставить как тип карты неограниченное либо остров неограниченно соответственно будет бесконечная как конечная но огромная остров это просто будет такая же только и с единым островом естественно размер острова можно поменять почему-то масштаб называется но тем не менее размер острова меняется от большого до малого Ну, какое угодно выставлять. Давайте вернем по серединке, как было. И также есть еще дополнительные настройки для всего остального. То есть, например, скалы те же самые, или вот влажность и тип местности. Это все у нас меняет настройки карты, влажность отвечает за количество растительности. Смещение это просто по типам биомов, биомы могут смещаться в сторону влево-вправо. Поиграйте, сами разберетесь, ничего здесь сложного в этом нет. Просто дополнительные гибкие настройки для карты. Это, в принципе, хорошо, потому что разнообразие это всегда хорошо. То же самое с типом местности. Вот полупустыни у нас тут появились какие-то. Так поставим, там их еще больше, например, стало. Это у нас были ландшафтные настройки. Также дополнительные настройки у нас есть по остальным вкладкам. Например, вот враги, частота и размер. Нервный режим также можно поставить. Частоту точно так же можно менять, бас будет больше гораздо. И размер, соответственно, тоже. Раньше было богатство параметр. Сейчас этот параметр погатства выпилен. Вот поэтому остались чистота и размер. Но можно размер начальной области точно так же увеличить. То есть это радиус, в котором не будет спауна бас происходить. Начальный радиус чистый, скажем так. То есть хотите попроще, делайте радиус больше. Хотите посложнее, можете вообще там обмазаться вокруг себя врагами и сидеть радоваться. Какой вы веселый, замечательный игрок. В продвинутых настройках все практически то же самое. Осталось за исключением доступности очереди исследований. Но об этом позже. Так что основные изменения генератора это распределение ресурсов, более гибкие настройки самой карты и более удобный предпросмотр. Далее, о чем бы хотелось поговорить, это изменения в графической составляющей игры. Гораздо-гораздо лучше стали текстурки у нас. Многие. Очень много они хорошей графики завезли в игру. Я думаю, сами можете видеть по картинке. Поменялись конвейеры, сундуки всевозможные, манипуляторы. Все подряд. Очень много графики было переделано. Да, визуал, конечно, стал очень хорош в игре. Ну, по сравнению с тем, что было давным-давно, сейчас все стало совсем замечательно. Шахта ракетная точно так же. Графика у нее стала гораздо лучше, картинка стала гораздо лучше. Но это все такие косметические изменения. Турельки тоже вот претерпели изменения. Постамент у них поменялся. Сама текстурка турельки стала лучше. Плюс проведена большая работа по оптимизации загрузки игры, в том числе и графики. Новый DirectX. Очень много работы было в этом плане сделано. Вот такие теперь у нас адские черви появились. Это черви тира бегемот. То есть последний тир червей был добавлен. И теперь у нас есть мелкие, средние, большие и чудовищные черви. Естественно, текстурка была переработана у них. Теперь у них плевки, не самонаводящиеся, а по прямой идут. Вот мы видели, плевок вообще в сторону улетел. Они просчитывают траекторию потенциальную и плюют с упреждением. То же самое с кусаками и плеваками. Были перерисованы текстуры, были переделаны модельки. И вот мы видим, они совершенно стали по-другому выглядеть. Плевки теперь оставляют на земле лужи. Если в эту лужу наступаешь, персонажик немножко замедляется и получает урон. Ну, на мой взгляд, например, есть еще некоторые проблемы в таргетинге, в наведении вот этих всех плевков. Но я надеюсь, разработчики над этим будут работать, будут проводить оптимизацию. Вот такой паровоз незатяливый, можно собрать. И точно так же вот огнеметные турели, кстати, тоже слегка теперь в сторону стреляют с упреждением. Ну а лазерные турели, они не просто сейчас плюют сгустками энергии, а выпускают лучи и лучом. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но по мне это просто непривычно. То есть к этому нужно просто привыкнуть, потому что всю жизнь они плевались, а сейчас вот они просто лучом бьют. Следующее очень крутое просто бомбезное нововведение в 0.17 это панель быстрого доступа. Она находится справа от пояса. Ну точнее от того места, где раньше был пояс, потому что сейчас это не пояс, а скорее тоже некая панель быстрого доступа. Вот мы видим тоггл, если альт нажимаешь, появляется доп настройки, он отображается именно кнопочкой вот этой. То есть мы либо нажимаем клавишу, либо нажимаем прямо на эту кнопку. Здесь можно все это настроить, перемещать, справа вот эту потянуть. Они меняются местами на панельке, это кому как удобно все это можно настроить. Те, что не надо, мы можем просто выключить и включить обратно. Очень хорошо, что разрабы это добавили, стало гораздо комфортнее. Теперь насчет пояса инструментов. Ну точнее, где он раньше был. Сейчас это пояс, но на нем вещи не лежат, а располагаются как ссылка. То есть если мы перетащим на него, допустим, 100, будет написано 100. Если перетащим красные конвейеры, их уже будет написано 200. То есть это ссылка на конвейер. Можно просто нажать на кнопку, выбрать здесь то, что надо. Оно у нас точно так же тут образится. Снять назначение можно колесиком мышки. Теперь мы можем зайти в настройки, зайти в интерфейс и здесь увидим две галки. Правая нижняя, это использовать призраки при установке. И увеличить количество панелей. Ну я до 4 поставил, мне это удобнее просто. Переключение панели осталось как и было. Мы просто нажимаем клавишу X и они у нас переключаются местами. Точно так же можно верхнюю панель переключать. Нажимаем Shift 1, Shift 2, Shift 3 и так далее до нуля. Вот они у нас переключаются. Либо точно так же мышкой нажимаем и вот здесь видим все вот эти 10 панелей. Очень удобная штука. Это вообще мега крутая вещь. Почему этого не было сделано раньше, я не знаю. Но сейчас вот по мне так это гораздо-гораздо удобнее. Мы можем на любой свободной панели назначить то, что нам надо. И в любой момент просто взять и переключить. Теперь по поводу призраков. Если мы выберем постройку, которой у нас нет в данный момент. Например, синий ассемблер. Можем его установить, но в виде призрака. У нас под курсором появится некое привидение. И после установки у нас будет не сам объект, а его гоуст. Его призрак. Очень удобная штука, особенно если вы много занимаетесь проектированием всяких разных схем. Это будет полезно однозначно. Теперь касаемо панели быстрого доступа к командам. Как я сказал, Alt подсвечивается. Мы все вот эти команды можем использовать по сочетанию горячих клавиш стандартных. Ctrl-Z, Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V. Под копирование, например, выбираем определенные объекты. Копируем и устанавливаем туда, где нам нужно. Ну, например, здесь. В итоге у нас поставился гоуст, поставился призрак. У меня в броне имеется дрон-станции. Но дроны при этом не работают. Хотя они у меня в инвентаре точно так же вот здесь имеются. Целых аж 200 штук. Есть тоггл, который позволяет им работать. Нажал, дроны работают. Отжал, дроны не работают. Точно такая же штука есть для экзоскелетов. То есть, если вы не хотите быстро бегать, вы можете нажать и нажать обратно. Вот сейчас быстро бегаем. Нажимаем, бегаем медленно. Потому что экзоскелеты отключились. Плюс также был добавлен еще один модуль, который не дает нам кататься по конвейерам. Если у нас есть экзоскелет. То есть, я вот его снял. У меня персонаж поехал. Теперь, если я этот модуль установлю обратно в броню, то персонаж у меня никуда перемещаться по конвейерам не будет. И, как мы можем видеть, спокойно стоим на одном месте. Очень полезные штуки. Ctrl-C. Копируем. Выделили. Установили. Дроны собрали. Хотим отменить, нажимаем кнопку отмена или Ctrl-Z. Дроны это все разберут обратно. Все, что было установлено. То есть, это обычный клипборд или по-русски буфер обмена. Ctrl-V, соответственно, из буфера обмена забираем предыдущий копированный чертеж. Можно его вырезать. Ctrl-X. Вставить обратно сразу же. Мы можем копировать абсолютно любые постройки. То есть, даже тех, которых у нас в кармане в данный момент нет. Мы их просто установим, а на место тех, которых у нас нет в инвентаре, туда поставятся призраки. Призраки потом можно почистить или вот отменить, например, Ctrl-Z дважды нажимаете. Все у нас удаляется, стирается. Вставить точно так же. Теперь буфер обмена Shift плюс колесико мышки. Переключая чертежи, которые когда-то у вас были в этом буфере обмена, тоже вещь очень удобная. Точно так же работает, как работает книга с чертежами. То есть, чертежи в книге через Shift плюс колесико вы переключаете. Теперь по поводу блюпринтов. Они точно так же сюда добавлены. Есть и старый способ вверх книгу, но здесь просто удобнее. Вы можете сразу отсюда взять блюпринт. Он у вас нигде не появится, только под курсором. Выделяете то, что вам нужно. Точно так же, как и с обычными блюпринтами, называете по православному. Назовем DCD. Нажмем ОК. И все, у нас будет блюпринт. После этого он просто отправится в инвентарь, и мы можем им пользоваться, как обычным чертежом. Точно так же работает книга чертежей. Мы можем ее взять и положить в инвентарь. Аналогично красный блюпринт. При этом, если его скинуть, он в инвентарь к вам не пойдет. Только если принудительно его туда перетащить. Также появился новый инструмент улучшения. Точно так же, как было в модере Upgrade Builder & Planner. Я думаю, многие про него в курсе. То есть мы можем здесь просто поставить, например, конвейер желтый, и этим инструментом поверх протянуть. Он у нас проапгрейдится на один тир. Протянем еще раз. Он проапгрейдится еще на один тир. Можно задавать явно, что вы хотите апгрейдить. То есть нам нужно взять этот инструмент, открыть правой кнопкой мыши, указать слева, что мы хотим заменить, и справа указать, на что мы хотим заменить. То есть синий на желтый. Теперь мы выбираем этот инструмент, проводим сверху по конвейеру, и он у нас заменяется. Еще одно важное нововведение – это возможность автоматизации отсыпки. Наконец-то они это сделали. Это очень-очень круто. Очень-очень полезно. То есть мы берем отсыпку, какая у нас тут есть. Далее берем просто или чертеж, или инструмент копирования. Копируем туда эту самую отсыпку, так как нам удобно. Точно так же инструментом копирования можно полоску взять. И жмем. Все, дроны расставляют отсыпку. Чудеса. Не прошло и 5 лет, как дроны начали это делать. И еще вернемся немножко к блюпринтам. Блюпринты можно проапгрейдить. Например, вот у нас есть младшего тира. Сюда вот перетаскиваем. Берем планер. Опа, он у нас проапгрейдился. Еще раз проапгрейдился на синий тир. Точно так же можно в обратную сторону. Берем планировщик, где мы задаем откуда-куда. То есть синих на желтые. И синих сплиттеров точно так же на желтые сплиттеры. Теперь выбираем план улучшения. Заходим в этот чертеж и наводим его туда, на это поле. Все у нас проапгрейдилось и стало желтым, так как мы и хотели. Теперь насчет технологий. Технологии после выбора появляются вот в этом в левом верхнем углу. То есть мы можем начать исследование и смотреть прогресс. Выбирать двойным кликом технологию, которую мы хотим исследовать. То есть менять ее. Можем просто отменить. Как сделать так, чтобы была очередь исследования? Пускайте ракету. Ракета у вас взлетает. Вы побеждаете игру. И нет, удалять ничего не надо. Можно сделать было по-другому. Для этого, когда вы создаете новую игру, просто вот здесь доступность очереди исследований поставьте всегда. Во вкладке продвинутые. И все у вас будет по-человечески работать. Вы сможете назначить очередность исследований. То есть вот голое дерево исследованное. Выбираете автоматизацию, ставите ее. И дальше смело можете в очередь накидывать технологии, которые вам нужны. Технологии, которые появляются чуть позже, обозначены вот такой более темной желтой иконкой. Вы точно так же их можете в очередь накинуть. Ну и продолжая тему насчет науки. У нас были переделаны основные банки. То есть зеленая осталась какая и была. Конвейер плюс манипулятор. А вот остальные переделаны. Военный пакет, например. Он теперь не нужен для того, чтобы запустить ракету. То есть если вы играете в мирном режиме, он вам понадобится только для того, чтобы сделать вот костюм. Если вам костюм не нужен, можете не исследовать. Это личное дело каждого. То есть военную технологию, она как бы полуобязательная стала, если вы играете в мирном режиме. Ну и естественно рецепт поменялся. Здесь точно так же. Поменялось название, поменялся рецепт. Теперь нужно твердое топливо для синих пакетов. Он у нас стал химическим. По крайней мере так переведено. Остальные типа пакетов то же самое. Фиолетовый пакет был производственный. Он так производственный и остался. Здесь тоже поменялся рецепт. Нужны рельсы внезапно для этого производственного пакета. И для желтого пакета, он раньше вроде как логистический какой-то там был. Я уже не помню. Здесь каркасы дронов и конструкции малой плотности нужны. Для некоторых объектов точно так же поменялись рецепты. Вот для конструкции малой плотности поменялся рецепт. Ну для многого. Тут немножко были балансовые правки внесены. Ну для белых естественно спутник нужен. Так что по некоторым типам производств и по пакетам по научным слегка придется производственные цепочки поменять. Я сейчас не затрагиваю абсолютно все, что поменялось, потому что это видео обзорное. Здесь только такая поверхностная информация. Собственно я ее донес. В логической системе были добавлены дополнительные виртуальные сигналы. Сигнал птичка, сигнал точка и сигнал инфы. Возможно кому-то это пригодится. Здесь все осталось без изменений, кроме древесины. Досок теперь нет, к сожалению. Как и Деда Мороза. Обратите внимание на правый нижний угол. У нас исчез инструмент. Инструмента теперь нет, он выпилен. Вместо него нужно исследовать технологию. Исследуйте сталь. Исследуйте после стали. Опять же стальной инструмент. И у вас увеличивается бонус на выкапывание ресурсов, на снятие объектов. Все такое. Бонус 100%. А сейчас внимательно. Пропускная способность 15. У красного 30. И у синего она стала 45 предметов в секунду. То есть они поменяли пропускную способность всех лент, всей конвейерной нашей системы. Теперь информация для любителей флиртующих манипуляторов. Сейчас есть белый список и черный список. Черный список, соответственно, то, что он грузить не будет. У меня из комбинатора задано. Задан здесь уголь. Соответственно, он уголь у нас не грузит. Вот, убираем. Он начинает грузить. Так что добавлен черный список для черного угля. Можно поставить, вернуть точнее, белый список, как и было. Ну и задать с комбинатора обратно. Точно так же комбинатор здесь для примера. Вот, пакетный флиртующий. Здесь черный список, белый список. Черный список, ничего не задано. Все грузит. Белый список. Ставим медь сюда. Он начинает работать. Фильтровать стало удобнее. В ваниль теперь добавлен функционал мода клип-деконстракт. Планом сноса можно убирать утесы, если у вас есть синяя бомба, которая только что показывала. Дроны летят и уничтожают утесы. Очень удобно. Давно пора было это сделать. Вырезать ножницами не получится, контр-л-экс. Только лишь планом сноса. То есть красным. Опа. И все это у нас уничтожается и выпиливается. Очень удобно, замечательно. Хорошая вещь. Минус один мод. С жидкостям теперь запретили перемешиваться. То есть у нас справа здесь идет пар, слева идет вода. Вот. Если мы их попытаемся подсоединить, они у нас не совместятся. Труба красная. И тут мы видим еще одну фишку. Если установить объект нельзя, вылезает всплывающая надпись. И чуть позже будет доделана механика вязкости жидкости. Сейчас пока что ее нет. Консоль. В консоли можно теперь показывать всякие иконки. Это очень интересно. Иногда кому-то это может пригодиться. То есть вводим команду. EMG равно item slash iron тире плат. У вас железная плата. В квадратных скобках все это вводим. Точно такую же нотацию можно использовать не только в консоли. Вот. Ее можно использовать в сейвах, в чертежах, везде где угодно, где вы хотите вывести какой-то объект. Более подробно про это лучше прочитайте на Википедии. Все это описать невозможно здесь. Просто есть такой функционал. Да, и slash при этом можно заменить точкой. Еще. Какая фишка появилась? Можно линковать предметы. Открываете чат. Зажимаете shift. Кликайте. У вас предмет линкуется в чат. Полезно это будет для сетевых игр. Потому что если в сольной игре вы будете так делать. Но это уже шизофрения по-моему. Когда сам с собой общаешься. Ну и еще один функционал, который был добавлен. Теперь можно метку на карте поставить. Заходите в консоль. Заходите в консоль. Точно так же с shift кликайте. У вас местоположение в чате отображается. Жмете enter. Появляется метка. И ваши сопартийцы могут зайти туда посмотреть. Ну это отобразится. Вот и на карте здесь. И на радаре. И везде. Ну и также были сделаны очень полезные и важные улучшения в железной дороге. Не в самих рельсах конечно же. А именно в самой транспортной системе. То есть мы можем зайти в поезд сейчас. Или вот сюда вот. И точно так же жмякнуть на поезд. То есть либо через менюшку, либо через поезд. У нас открывается меню. Тут есть своя встроенная карта. Она в принципе раньше была. Но сейчас это стало удобнее. Можно ее отцентровать на поезде. Можно показывать и выключать название станции. В общем все стандартно. Можно открыть карту. В том месте, где находится этот самый поезд. Из полезного. На этой карте мы можем сразу же непосредственно выбрать поезд. Если мы на него кликнем. И тут же, отсюда же, можно добавлять в расписание станции. Жмем shift, нажимаем на станцию. Хопа. И она у нас добавляется в расписание. Со второй станцией то же самое. Навели, нажали, она добавилась. И если теперь у нас отсутствуют какие-либо условия, то станция становится waypoint. То есть станция становится просто проходной. Нажимаем авто. Поезд поехал. И сейчас он по нашему ускорителю поездов будет кататься. Кругами. Так что waypoint это можно использовать в каких-то своих схемах у железных дорог. То есть заставлять поезда в конкретное место куда-то ехать. Чтобы голова не кружилась, можно просто зажать левую кнопку мыши, карту оттянуть. Еще была добавлена одна очень полезная штука. Можно просто поезду приказать через shift ехать в определенное место железной дороги. То есть мы наводим, у нас показывается маршрут, нажимаем, поезд поехал. Если он до туда доедет, у него проиграет таймер, сколько времени он там будет находиться. И он поедет дальше. Это можно сделать с любым поездом. Выбираем поезд, наводим, нажимаем, он поехал. Можно добавить еще одну точку. И вот когда поезд приедет, мы видим, что у нас идет полоса слева. И когда она закончится, временно станция исчезнет. Также в расписание были добавлены два дополнительных условия. Это есть пассажир и нет пассажира. То есть данная вещь позволяет задать просто наличие пассажира в поезде. Есть он там или нет. Вот здесь поставим нет пассажира. И на следующей станции нужно будет установить есть пассажир. Теперь этот поезд можно будет использовать как такси. Добавили станцию через shift. Добавляем условия есть пассажир. И наблюдаем, что будет происходить. Поезд у нас приехал. Условие сейчас у него выполнится. Он поедет дальше. Доедет до своего пункта назначения. И там остановится, будет ждать пассажира. Теперь мы можем смело пойти, сесть в этот самый поезд. Выполнится условие. Он нас довезет до следующей станции. И остановится, будет ждать, пока мы не вылезем. Вот, есть условия. Залезаем в паровоз. Поехали. И все. Пока мы сидим в поезде, он никуда не уедет. Вылезем из поезда. Поезд сразу начинает уезжать. Что ж, на этом обзор нововведений я закончу. Основных нововведений. Список изменений на самом деле просто огромный. И все их запихать в видос. Особенно какие-то рецептурные правки. Это не представляется возможным. Что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в других видосах по Факторию. Пока-пока.